Дорогие друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию первый из трёх долгожданных обзоров студийных мониторов второй серии от Kali Audio. Встречаем, модель LP6V2. Итак, это у нас первый обзор улучшенных Kali. И как вы понимаете, видео на модель LP8 и трёхполосную IN-8 вам долго ждать не придётся. Снимем и опубликуем очень скоро. И торопимся мы не только потому, что нам самим очень интересно услышать, насколько они все улучшились, а ещё и потому, что наш музыкальный народ и без наших обзоров весьма активно скупает все эти модели. Короче, распробовал народ Kali мониторы и, очевидно, полюбил их. Ладно, к делу. Итак, перед нами вторая версия модели LP6. И для начала давайте пробежимся по описанию характеристик, чтобы попробовать увидеть какие-то изменения по сравнению с первой версией. И вот здесь сильно не удивляйтесь, товарищи, но их на самом деле практически нет. Как и прежде, колонки выпускают в двух цветах, чёрном и белом. У них всё те же 6,5 и 1 дюйм в динамиках, всё те же 40 плюс 40 ватт в каждой колонке, всё тот же частотный диапазон 39-25 тысяч при минус 10 децибелах, та же частота кроссовера полтора килогерца, и абсолютно те же размеры. 35,9 на 22,2 на 26 сантиметров. Точка. Так что же тут изменилось-то? А вот сейчас и узнаем. Во-первых, новые колонки потяжелели на 40 граммов, теперь они весят 7,05 килограмма. Но это так себе изменение. Во-вторых, у них на 3 децибела поднялся максимальный уровень звукового давления. Был 112, стал 115. Это уже поинтереснее будет. И наконец, третье и самое важное. Инженерам Кали удалось добиться снижения уровня собственных шумов этих колонок аж на 12 децибел. Ну молодцы, коли это так. И плюс ещё отдельной темой в описании указывается то, что серьёзной доработке подверглась DSP-система, что благотворно сказалось на детализации звука. Что ж, послушаем, оценим. Но пока давайте заглянем ещё и на заднюю стенку наших LP6V2. По коммутации всё осталось на своих прежних местах. Небалансный RCA, балансный TRS и XLR. И точно так же у нас всё с граничным эквалайзером. Выбираем свой вариант настройки из 8 предложенных, плюс дополнительно увеличиваем или уменьшаем на 2 децибела низкие или высокие частоты. Одним словом, подогнать работу этих мониторов под своё помещение у нас с вами, скорее всего, получится без проблем. Ну что, наверное, лирическую часть можно сворачивать и переходить уже к традиционному тестовому прослушиванию. Понятно, что сейчас впору бы поставить рядом с этими колонками их старших братьев из первой серии, но найти их на сегодняшний день у нас, увы, не получилось. Поэтому единственным возможным выходом мы увидели вариант микса с нашим видеообзором от ноября месяца 2019 года, где мы впервые познакомились с мониторами Kali LP6 и сравнили их с 306-ми JBL 2 серии. Так что прямо сейчас мы запишем ту же самую композицию в исполнении LP6 V2 и аккуратно вмонтируем полученное в наш старый ролик. Давайте послушаем, что у нас из этого получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну что, друзья, теперь давайте попробуем подвести итоги. Да, приходится уже не в первый раз нам говорить о том, что всё то, что слышим мы, в полной мере услышать вам, к сожалению, никак не получится. Комната, микрофон, интернет, факторов достаточно. И тем не менее, свою оценку мы сейчас дадим. Первое, на что мы обратили внимание, это то, что эти обновлённые шестёрки стали звучать как будто бы собраннее и более основательно. Возможно, это и есть результат снижения собственных шумов и доработка схемы ДСП. А второй момент, это появившаяся разборчивость в районе высокой середины. В отличие от первой версии, не самая яркая фонограмма, которую мы использовали в тесте, как раз-таки и показывает тот самый подъём, который и улучшает детализацию. В итоге, работа инженерами проводилась не зря, и дополнение к первой версии мониторов LP6 признаются нужными и годными. На этом будем заканчивать. Всем хорошего звука и до новых встреч на нашем канале. На этом будем заканчивать. Всем хорошего звука и до новых встреч на нашем канале. Браво! Аллилуйя! 4.20. Ну да, родил, родил. А теперь послушаем, как же они теперь лучше играют. Минус 12 дБ.